Это телеканал Север. Здравствуйте! С обзором событий Дней Жизни Округа мои коллеги и я Антон Парахин. Смотрите сегодня. В округ пришла цифра. Новый формат вещания обещает качественную картинку и звук вне зависимости от погодных условий и расстояний. Электричество в Ледовитый океан. В поселок Бугарино доставят новый дизель-генератор для нужд местной электростанции. С острова Колгуев. Репортаж Дмитрий Щепанова. Необходимо рассматривать как аксиому то, что Ненецкий автономный округ – это особая уникальная территория арктической зоны Российской Федерации. С наилучшими пожеланиями. Итоги 2012-го и перспективы на будущее глава округа озвучил на традиционном новогоднем губернаторском приеме. В Нарьинвар пришло цифровое телевидение. Работает оно пока в тестовом режиме, но у зрителя уже есть возможность оценить все преимущества цифры над аналоговым вещанием. В чем разница? Сумел увидеть и наш корреспондент Денис Суховаров, побывавший на торжественной церемонии запуска трансляции. Более 40 лет ТВ вещание в округе шло в аналоговом режиме. Подобный формат уже давно устарел, и появление цифрового телевидения воспринимается с большим энтузиазмом. Наш регион стал первым в Арктике, где телевидение теперь можно бесплатно смотреть с более качественной картинкой, звуком и множеством дополнительных сервисов. Интерес телезрителей большой к этой программе и значимость ее для вот таких удаленных регионов страны создаётся в том, что стирается вот то информационное неравенство, когда жители далеких поселков не могли видеть такое же количество телевизионных программ и радиопрограмм слушать, как это возможно в больших городах и в центре России. Для запуска нового формата ТВ в округе было построено 5 специальных сооружений. Задействовано более 20 единиц автотехники, фархтовались морские и речные суда. Серьезную реконструкцию провели и на действующей телевышке на Ренмаре. Трудностей, конечно, было немало. И техника тонула в болотах, и на мели сидела суда, на которых мы передвигали технику, в основном это хангурей и индига. Приходилось контролировать, координировать работу транспорта при авиаперевозках морских, речных и автомобильных. Передача, которую запустили в торжественной обстановке, уже сейчас позволяет жителям Нарьенмара, Красного, Великовисочного и Хангурея бесплатно смотреть в цифровом формате 8 основных телеканалов. До конца года их количество должно возрасти до 10, а уже в ближайшей перспективе до 20 бесплатных каналов. Денис Суховаров и Вадим Носкин, телеканал «Север». Ветерану Великой Отечественной войны подарили автомобиль, ключи от новой Нивы «Шевроле» губернатор Игорь Федоров и генеральный директор Ненецкой нефтяной компании Андрея Рудов передали Антону Виссарионовичу Михееву. В годы войны он служил в батальоне аэродромного обслуживания 49-го гвардейского Гатчинского авиационно-транспортного полка. После войны Антон Виссарионович до 1951 года оставался в строю и служил в составе групп советских войск в Китае. Антон Виссарионович имеет медали за оборону Шанхая и за освобождение Синьцзианской провинции, Тибета. После службы Антон Михеев работал в аппарате Канинско-Приморского райисполкома, возглавлял комитет по физкультуре. В начале 60-х по решению партийных органов был направлен в Вологодскую советскую партийную школу. До выхода на пенсию в 1985 году работал заместителем начальника Нарьинмарской МПО. Игорь Федоров в сентябре этого года навестил ветерана и пообещал подарить автомобиль. Неву Шевроле приобрела Нейнская нефтяная компания и накануне новогодних праздников ключи от авто были вручены ветерану. Вот ключи, просто открывайте вот эти документы на автомобиль. Спасибо. Поздравляю. Достаточно надежный так оценили природно-ресурсный потенциал Нейнского округа федералы. Статистические данные приводит госбаланс нефти в НАУ хватит еще на 47 лет. По словам начальника окружного управления природных ресурсов и экологии Владимира Цибина, одной из задач государственной политики России в Арктике является расширение ресурсной базы, способной обеспечить растущие потребности страны в углеводородах. Значительная роль в решении этой задачи отводится Нейнскому округу. Так, по расчетам экспертов, НАУ должен обеспечить к 2027 году постоянный рост годовой добычи нефти до 37 миллионов тонн. В первую очередь речь идет об освоении месторождения на шельфе Баренцево, Печорского и Икарского море, а также продолжение работы в Тиманопечорской нефтегазоносной провинции. СПК Колгуев в ближайшее время получит новый дизель-генератор для своей электростанции. Такую помощь сельхозпредприятию решили оказать нефтяники, эксплуатирующие песчано-озерское месторождение. Подробности в нашем материале. На Колгуеве проблемы с электроэнергией явление нормальное. Завести генератор или запчасти на остров крайне сложно, а зимой почти нереально. Между тем, жить в темноте люди не хотят. Оборудование для дизельной электростанции в Бугрино простаивает в Архангельске. Его обещают завести только в следующую навигацию. Кроме поселковой ДЭС, свои генераторы есть у СПК Колгуев. Машины включаются только на период забойной кампании. Однако один из двух агрегатов не работает, и если второй выйдет из строя, СПК останется без света надолго. Помочь оленеводам вызвались нефтяники. У нас электростанция до 6 киловатт, она сегодня находится в несправном состоянии, и поэтому требует переборки. Поэтому мы пообразились сегодня компании «Артикнефть», и они нам оказали помощь, то есть подготовили дизельный генератор, ну и, естественно, бывший в БУ, на 100 киловатт. Привезти новый генератор колгуевцы рассчитывают 26 декабря. Между тем, сейчас на острове полным ходом идет забойная кампания. Накануне в Наринмар прибыл борт с 20 тоннами оленины. Когда забой будет окончен, еще неизвестно. Оленеводы предполагают, что уже к середине следующего месяца остров покинет последний мясной вертолет в этом году. Зимой-то легче, на снегогодах таки. В основном ведут минруи, быки, такие, кострады, старые, влаженки, горы, молодняк, телята. Теперь из ПК «Колгуев» предстоит доставить громоздкий 100-киловаттный генератор с песчано-озерского месторождения. Тогда у системы электроснабжения острова появится дополнительный фактор устойчивости. Дмитрий Щепанов, Александр Усачев, Телеканал Север. «Закаленный веком» – так называется новая книга о знаменитых гражданах Нинского округа, презентация которой состоялась в Краеведческом музее города. В этом уникальном произведении собраны истории и биографии о 102 ветеранах труда, самых известных и достойных людях нашего региона. Многие герои этой книги присутствовали на презентации. Само издание представляет из себя некую иллюстрацию из фотографий очерков. Основная задача произведения – передать мысли, надежду, идею, опыт ветеранов молодым людям. Появление этой книги было очень непросто добрать людей в эту книгу. Почему? Потому что вы прекрасно знаете, что у нас в Украине очень много людей достойных, людей, которые хорошо и славно потрудились. Поэтому я сразу скажу, что у нас в первую очередь в эту книгу вошли биографии и рассказы о почетных гражданах города Ленинмара, о почетных гражданах Заполярного района, о почетных гражданах Ленинского автономного округа и людях, награжденных медалью за особые заслуги перед Ленинским автономным округом. В книгу вошли и очерки о людях, награжденных государственными наградами, орденами и званиями, а также граждане округа, которые занимают активную жизненную позицию. Работа над книгой велась около года, а автор произведения Алексей Сухановский написал ее в жанре «Живой истории». Книга живет долго, живет несколько поколений. Каждая книга, и это, и другие, это фактически памятник. Поколение памятник людям, которым она посвящена. Для меня, как для автора, было важно не только выслушать, но и услышать вас. Преступностей среди подростков в Ненинском округе стало меньше. Если в прошлом году на учете состояли 88 молодых людей, то в этом уже 81. Об этом на очередном заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних доложила начальник отдела ПДНУ МВД России по Ненинскому округу Татьяна Подольянова. Также на учете стоят 15 родителей, которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию детей. В этом году особое внимание уделялось несовершеннолетним, которые уже были судимы таких подростков в Ненинском округе 7. 56 несовершеннолетних в этом году были сняты с учета, потому что исправили свое поведение, не совершали правонарушения или преступления, не употребляли алкоголь и не были замечены в противоправных действиях. Что у нас очень нас радует. С проведенного анализа состояния оперативной обстановки по линии несовершеннолетних за 11 месяцев нашими несовершеннолетними детьми в округе совершено 60 преступлений. В прошлом году было 70. Эта статистика идет по оконченным материалам, которые направляют уже в суд. Значит, количество преступлений в прошлом году у нас снизилось на 14,3%. Татьяна Подольянова отметила, работы в этом направлении еще много. Процент преступлений, приходящийся на несовершеннолетних, 14% от общего количества, показатель по-прежнему слишком высокий. Нинское региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей пытается оспорить итоги конкурса на предоставление земельных участков под Тонары. По мнению РСПП, аукцион прошел со значительными нарушениями. Организатором конкурса выступала городская администрация. Она сдавала в аренду землю под размещение нестационарных торговых объектов. Землеучастки разыгрывались в разных местах города, но их всех объединяло одно излишнее, по мнению членов РСПП, требования к арендаторам. Конкретно они потребовали для участия в аукционе, чтобы предприниматель выходил уже со своим торговым оборудованием. То есть это тот же Тодор передвижной, или прицепной, или передвижной. На него должен был быть ПТС, или же правособственности. То есть полный пакет документов, что является нарушением данного законодательства. Из-за этих требований многие торговцы к аукциону допущены не были, а разобраться в законности требований власти предстоит Федеральной антимонопольной службе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил чиновникам соответствующее письмо. Ответ на него может быть получен перед Новым годом или сразу после праздничных каникул. Важнейшие решения и оптимальные результаты. На традиционном новогоднем приеме итоги года подвел губернатор Ненецкого округа Игорь Федоров. В 2012-м регион стал одним из самых динамично развивающихся. Практически по всем важнейшим показателям Ненецкий округ занимает лидирующие места в России, а постоянное движение вперед – главная задача на ближайшее будущее. В 2012-м был задан стратегический вектор развития Ненецкого округа на многие годы вперед. С этих слов начал свое предновогоднее выступление Игорь Федоров. Значительно вырос уровень заработной платы, увеличились объемы производства. В 2012-м Ненецкий округ вошел в число лидеров по числу инвестиций. Расширилась ресурсная база, по всему округу идет масштабное строительство. Один из поводов для гордости – высокий уровень соцзащиты населения и поддержка абсолютно всех категорий граждан. Как отметил губернатор, каждый житель округа имеет право на достойную жизнь. Необходимо рассматривать как аксиому то, что Ненецкий автономный округ – это особая, уникальная территория арктической зоны Российской Федерации. Здесь в особых, непростых условиях живут и трудятся люди. И чтобы обеспечить им достойную жизнь, необходим особый подход к реализации инфраструктурных проектов, к решению вопросов жизнедеятельности, быта и социальной поддержки. Все шаги и проекты, которые были сделаны и реализованы – это только начало большого пути. Впереди еще более амбициозные планы, к реализации которых приступили уже в этом году. Проектов действительно много. Наиболее важные и серьезные были показаны гостям в специальном фильме, подготовленном сотруднике нашего телеканала. В целом, 2012 год показал – наша жизнь меняется и меняется стремительно. Немногочисленный Ненецкий автономный округ не номинально, а на деле становится подпостом государства российского – российскими воротами в Арктику. Этот вектор развития был задан в 2012 году. Следующий год был объявлен губернатором годом семьи, а семья – это гармония, благополучие и любовь. А потому неудивительно и символично, что в неофициальной части приема звучали в основном французские мотивы от известной певицы Тамары Гварцителли. Золотое перо нашло своих обладателей. В Ненецком округе определили лучших журналистов по итогам 2011 года. Восемь человек в трех номинациях стали обладателями престижной премии губернатора. Подробности в нашем сюжете. Радость встречи, волнение, переживание за коллег. Имена победителей держатся в полном секрете. Известно лишь то, что лучшие журналисты сегодня находятся в зале. В этом году конкурс проводился по четырем основным номинациям, по одной из которых победитель не был выявлен, и это номинация законодателя. Слишком мало было работ и работы на того качества, которое хотелось бы увидеть жюри. Честность, открытость, пусть не всегда удобные для кого-то материалы. Губернатор отмечает, важен объективный взгляд на проблему, которую освещает журналист. Почему у нас иногда тот, который за деньги чего-то отработал, живет лучше? А почему хорошие девчонки или мальчишки, которые просто пашут, которые реально думают, да, он живет бедно? Неужели так жизнь устроена? Ну и тогда, ну, тоже нужно писать. Вот этого априори не должно быть, потому что это противоречит человеческому естеству. «Округ в деталях» – так называется первая номинация. В ней четыре победителя, двое из которых – корреспонденты газеты «Нарьяна Вендер», Алексей Руднев и Ирина Ханзерова. Награда достается и главному режиссеру нашего телеканала Марии Кравченко. Ее фильм об авиаторах округа произвел на жюри конкурса «Наибольшее впечатление». Я у них прошла по коридору, у них на стенде уважаемые люди в рамочках и портрет первого трактора. И все. И я поняла, вот сердце осталось вот в этом коридоре. Вот это те люди, о которых надо писать, о которых надо говорить. И к любому можно подойти и любой рассказывает. С любого момента, с любого года, с любой даты. Еще одно золотое перо получает главный редактор журнала «Венгевада» Ангелина Ардеева. Слово «тундры», так переводится название, в настоящее время едва ли не самое актуальное брендовое издание округа. На его страницах каждый читатель узнает об истории, культуре, сохранении обычаев и традиции северных народов. Мы выходим на пятилетний рубеж, и я думаю, что мы свой пятилетний билет должны встретить.